Меня зовут Потоцкая Ирина. Я приезжаю на данное мероприятие с Иркутской области. А мы сегодня покажем прическу с источников на Византию. В Византии девушки по социальному статусу просто зависела прическа. Чем выше статус женщины, тем у нее более закрытое лицо, волосы, прическа. А если это служанка, танцовщица, у нее соответствующая прическа. Как раз внешний вид человека средние века и показывал его статус. Большинство захоронений мужских есть гребни. Есть изоисточники на Скандинавию, если брать. Там есть фигурки. Фигурки Валькирии. Вот на мне сейчас узел Валькирии. У нас все прически идут по источникам. Источники – это изображение на фресках. Вот такая прическа в основном распространена в Византии. А у нас резиночек же не было в раннем средневековье. И использовались такие шнурочки, кожаные шнурочки, веревочки, чтобы нам потом это закрепить и зафиксировать. Также у нас есть иглы, булавки. Чтобы ни шпилек, ни невидимок во время не было. Других заколочек тоже. Но были разнообразные, красивые и булавки, и заколки. Вот именно такого плана. Продолжаем вторую. А мы заплетаем сейчас. И мы закроем ей голову платком. Уже она у нас будет более благородного. Если оставим волосы непокрытыми, значит она будет... Служанка на фресках есть девушки с непокрытой головой. Также и отбеливали. Были красящие вещества, которыми девушки осветляли волосы. И рыжие были. Находки рыжих волос. Ну, по источнику, в захоронениях. Хна. Востока. Вот. Теперь мы берем две косички и фиксируем их. Здесь у нас будет такой небольшой. Немножечко мы создадим объем. Потому что... Вот сейчас у нас волосы славянские. Они... Такие не кудрявые в основном девчонки. А если средиземноморская девушка, у нее волосы кудрявые. И они больше объемные. Так. Даже духи были. В Византии это крупный торговый центр, который... Те же самые травы, масла. Это все... Чем выше статус человека, тем он больше ухаживает за волосами. Даже сейчас мы... Если взять, то... Ты не будешь... Богатый и не посещать парикмахерскую. Сам встречаться дома не будешь. Тоже... В те века то же самое было. У тебя есть уже... Помощники, рабы, слуги. Вот девочки пришли. Это... Представительницы Алана. У них есть также своя... Статусность. Мать, дочь. Да, да. Уже более взрослой женщины закрыты полностью волосы. А девочка с двумя косичками. Тоже как-то есть до рождения ребенка, да? Потом с рождения... Молодая женщина, девочка... Мать. Ну, если заколем. Надо зафиксировать. Это иглы плащевые, но также были найдены в захоронениях. Как же в качестве спилек. Все, у нас зафиксировано, волосы убраны. Здесь у нас... Как делается? Вот таким образом, да? Фиксируется. Здесь можно волосики отпустить. У представительниц... Вот в Византии это обязательно. Ни с покрытой головой ты не выйдешь. У представительниц скандинавского есть источник на камне. Это изобразительное искусство. Даже девушка с распущенными волосами. Типа тюрбан, да. Фиксируется там нормально? Угу. Вот. Ну да, дополнительными шпильками, заколками мы бы еще зафиксировали. У нас прически на 9-й, 11-й век. Ну, дальше тоже то же самое носили. Так ничего не меняется. Распущу и сделаем узел валькирии. У нас скандинавского типа. Разница в славянском головном уборе, самым распространенном и самым простом, в принципе. У славян были различные головные уборы, различные вообще их вариации. И шапочки на кожаной основе, и разные тоже там образы заплетения платка, завязывания. Самый обычный, самый простой, который распространен был, наверное, в принципе везде. Это, грубо говоря, обычный платок, который, ну, тоже так же заплетались косы. У меня просто сейчас как типа колоски заплетены. Который заплетал, держался платок. И очелье, на которое сразу нашивались крепления для височных колец. Височные кольца – это этноопределяющий признак разных племенных групп. То есть у каждого племени были различные варианты височных колец. Именно это определяло, грубо говоря, по находке по могильникам, к какому племени относилась женщина. Сейчас это северяне, которые жили на территории современной Курской. По Днепру, по Сейму, по Суле было это размещение северян. Сейчас мы, Настя, переделали прическу по фигурке. Это тоже прическа валькирии. Они ходили, фигурки на охотках. Они схвастали хвост и узел. Данный тип мы потом увидим как раз. Вот так выглядела жена викинга. Сейчас мы делаем чисто славянский головной убор. Вот, как я и говорила, у нас просто придерживается платочек. Надевается очелье с пришитыми к нему височными кольцами. Это семилучевые височные кольца, зооморфные. Видите, тут с птичками, то есть у нас головы птиц. Это очень часто, очень распространенный, в принципе, орнамент. То есть зооморфные украшения с какими-то природными, животными мотивами. То есть это вот, грубо говоря, тоже, в принципе, все у нас было обережное. То есть это один из, в принципе, тоже таких вот обережных знаков для женщины. Вообще, какие были платки у соловян? У соловян были находки шерстяных и льняных платков. Вот в данный момент, как бы, жарко, мы используем льняной. Так вот, славянский головной убор. Он состоял из платка льняного. Поверху надевалось очелье. Конкретно это очелье, оно шелковое. Вот. Крашеное индигонатуральное крошение. Тут даже где-то разводики были. Конкретно я делала это очелье по находкам. Было найдено в захоронении кусочек шерсти, который был платком. И поверх было найдено также очелье. Оно было, почему, как раз, оно было найдено вот подобным образом. То есть приклеен этот кусочек шелка был к венчику со временем. Вот. И, насколько я помню, как раз он был найден неокрашенный, такой светлого натурального оттенка. И, соответственно, он носится как? Мы надеваем платок, поверх надеваем очелье. Завязываем. Ну, есть, варьируется. Кто-то делает завязками, как я. Кто-то цельное очелье. Как бы, это не столь принципиально важно. Вот. Далее. Поверх очелье мы надеваем венчик серебряный. Так, сейчас, чтобы красиво было. Вон, чуть-чуть. А, давай. Конкретно это X век, Курск. Были раскопки, и там как раз нашли. Далее, к данному головному убору мы такие вот височные кольца добавляем. Они достаточно простые, делаются очень просто. Это серебро, тот же материал, что используется в венчике. Вот. А, да, самый важный момент. Их пять штук. Как бы, ну, считалось, что, видимо, было какое-то поверье у них, что вот нужно наносить нечетное количество. Можем только гадать, конечно, с какой целью это было у них. Так, сейчас. Ну, надеваем их. Вот. Ну, видишь, у меня по Сумской области находка, а это по Кусской области, по Гочево. А, Гочево, да. За стерливидный яичек. Гочево было найдено. Так вот и выглядит головной убор славян-северян, живших на территории Гочево, в Русской области. Ах, Гочево. Ах, Гочево. Ах... Продолжение следует...